Ну, то есть вы поговорили с человеком, ну, как бы, три минуты, вынесли две с половиной мыслей. А рефлектор вынес по короткому пути, по длинному пути, а потом все перемножил. Ну вот, и они у него там утрамбовались. Ну вот, и если вы попытаетесь, как бы, выяснить, что происходило, то ему он сможет это рассказать только образом. У него такая плотность всего произошедшего, что он может это только аппроксимировать в рамках какого-то, как бы, законченного образа. То есть там не будет развития сюжета, там будет какой-то комплексный образ, который в совокупности отражает ту массу переживаний, которые он получил в процессе взаимодействия, коммуникации и так далее. Что-то он на уровне каких-то своих реакций, что-то он на уровне каких-то своих мыслей, и вот как он еще все это перемножил. Вот, и очень высокая, на самом деле, плотность содержания во внутреннем пространстве, и его очень сложно реконструировать. Вот, реконструировать рефлектора крайне сложно. Ну вот, то есть надо знать, что у рефлектора есть такой-то набор ключевых проблем, которые всегда будут кривить его пространство определенным образом. Вот, и ты, как бы, когда видишь перед собой, нога вытянулась вот эта, вот, значит, и задача сразу, как бы, ищи кривизны, обычной кривизны внутренней драматургии, которой переживает рефлектор. Содержание не важно. Потому что какие бы там, они все равно лягут этой кривизной. Не здесь-то так, и мы повторим все время один и тот же, одну и ту же геометрию этого внутреннего пространства. Значит, если мы говорим про интеллектуальные объекты, которые... Да, и это вот вы начинаете разговаривать, вы пытаетесь понять, что происходит. Значит, вот самое ошибочное, это когда, разговаривая с рефлектором, пытаются построить формально-логическую связь. И поэтому, ну, мужчина-шизоид разговаривает с девушкой-стероидом. Истероидность. Вот, и она ему сообщает кучу ощущений, которые с ней случаются. Вот образы, они из нее вываливаются один за одним. И каждый, вы слышите, она просто как его вываливает, она же его слышит. Ну, вы говорите. И тут он появился как подлец. Она услышала слово подлец. Она сказала подлец, у нее ухо есть. У нее попало в ухо, полетело в одну, она пеленилась, потому что подлец, это все. Ну, вот, она попала в мысли, а это схватило кучу ассоциаций, почему он подонок. Значит, это объединилось снова, снова следующая реплика, она снова слышит ее. И снова не отпускает, и она производит огромное, значит, и дальше это невозможно. Ну, как бы, попытки реконструировать, они наткнутся на то, что вы просто породите еще больше контента. То, что вы смеетесь, я рассказываю про жизнь. Вот, да, и вы породите еще больше контента. Поэтому, вот, задача не реконструкция, задача, как бы, сразу ухватить суть, ну, вот, как бы, вот, просто суть происходящего. Ну, вот, и характерную кривизну этого психологического типа. Да, а если вы, да, и поэтому, вот, реконструкция, она, в случае рефлекторов, она такая должна быть, как бы, сказать, сначала априорная, да. У нас в предыдущем потоке, один из участников, он с рефлекторским радикалом, он все время всем говорил, зачем? У него формулился состояние, он будет всем говорить, зачем? Зачем это все? Вы тут зачем? А мне это зачем надо? Вот, значит, вот попытка, вы попытаетесь это реконструировать. У вас ничего не получится, потому что это зачем? Это просто провоцирующая вещь, которая ему скучна, да, вот, ему надо движуху, ему надо, чтобы что-то все начало происходить, и желательно крутилось, как бы, сказать, здесь, в этих, как его, на орбитах вокруг, да, вот, и что надо делать? Надо всех фрапировать. На какой вопрос нельзя ответить? Ну, или каждый вопрос будет какой-то, это, зачем? Вот, значит, и если вы пытаетесь реконструировать, а что ты спрашиваешь? Да? Ну, сразу видно, что вы дебилы, правильно, да? И сразу можно по этому поводу тоже что-то пережить, сразу что-то сказать, да, вот, снова от этого услышать это все, и там внутри генерится огромное количество контента, которое делает жизнь веселее. Вот, неважно, страдать или это, но веселее точно становится. Вот, а, да, значит, реконструкция невозможна, хотя, в общем, даже кажется, что это очень логическое какое-то, ну, человек думает о смысле, да? А можно пример кривизны, пока мы... Да, да. Что такое кривизна? Ну, вот, например, я сейчас привожу пример, что вопрос, зачем, задается не потому, что вы должны, да, а потому что это способ создать определенную ситуацию и в ней как-то существовать. Неважно, ну, то есть, все равно эта кривизна какая, в ней будет, как бы, способ фрапировать, вызвать, ну, то есть, у рефлектора как будто бы не хватает все время ощущений. Ему нужно достать, как бы сказать, все время, и поэтому для него все в раковине, вот. И почему они быстро могут уставать от других рефлекторов? Потому что у них начинается цепная реакция, как в этом в атомном реакторе. И бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, взлететь. Да, а вообще у рефлектора конструкции, что ему недостаточно впечатлений. Он в этом смысле маньяк новых ощущений. Они ему постоянно нужны как допинг какой-то. И для него другие люди представляются как некие существа, существующие в замкнутых раковинах. И дальше они изобретают самые разные способы по выниманию существ из раковины. Это всасывание, всовывание, наматывание, выдергивание. Есть набор процедур, которые позволяют вынуть это. Но не для того, чтобы вступить в какую-то межличностную коммуникацию, а просто получить набор следующих действий, которые запустят весь этот процесс. Это и есть кривизна. Если вас на что-то постоянно провоцируют, и вы с удивлением смотрите на это, что происходит, из вас просто собирают контент, и потом вам это все будут возвращать. Потому что все, что из вас соберут, превратится дальше в инструмент по последующему выковыриванию. Потому что достать вас окончательно невозможно, пока вы куда-то не испаритесь. Поэтому все, что вы сделаете, будет использовано против вас. Оно превратится тоже в инструмент, который вам там и дернут. Поэтому жить весело. Значит, соответственно, да, и представляете, какая это загадка для внутреннего пространства рефлектора, для конструктора. Ничего невозможно превратить в причинно-логическую связь. Все равно в кривизне ты строишься. И вдруг это лента мебиуса, и он оказываешься на другой стороне. Но настроенность уже такая, как бы идем до конца пока. Поэтому, в общем, может быть динамично. Преконструируете при взаимодействии с рефлектором не содержание, которое он производит, а цели, которые он преследует. Все, что он делает, он делает за чем-то. Да? Да.